Друзья, всем привет! У меня к вам вопрос важный. Я сейчас сделаю пост про машины, которые у меня были, про их генерации. Он получается очень большой, там много текста, потому что мне хочется выразить мысль, из чего все начиналось, и как-то подать идею. И, значит, появилась у меня идея сделать, может быть, видео минут на 5-7, где я как бы рассказываю, и параллельно вставляются картинки, и мои какие-то мысли, комментарии. Либо лучше сделать пост с картинками, и много текста, но текст, который еще перейдет дополнительно в комментарии, скорее всего, потому что он в основной не влезет. Вот как вам удобнее, мне просто даже интересно, какой формат вам кажется предпочтительнее, видео или фотки с текстом, которого будет много. Напишите, пожалуйста, пока я все равно напишу. Короче, ребята, в общем-то, мы по результатам голосования, и по моим личным ощущениям, надо делать видос, потому что действительно много чего хочется рассказать, и какие-то эмоции вложить, и какие-то комментарии дать, потому что в тексте все равно этого не сделаешь так, как это нужно сделать. И плюс еще хорошую подсказку ребята сделали, Коля там, Свистун, я что-то скинул фотки. Я просто там отдельно сейчас расскажу. Я пока искал фотографии для этого села, я открыл просто ящик Пандоры, потому что я зашел в фотографии со мной в ВКонтакте, и отлистал до самого начала, то есть это 2009-2010 год, и там просто, ребята, там такой трэш. Сейчас вам немножко выкладываю, который темы не касается, но просто очень прикольно вспомнить. В общем, мы очень крепко рок-н-роллили. В общем, короче, идея еще есть та, что рассказать, что с этими машинами стало впоследствии, какая их судьба, как их судьба сложилась. Поэтому будем делать видос такой конкретный на YouTube, так что потерпите чуть-чуть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...